Ну, всем привет! Меня зовут Владислав. В этом году я поступил в MIT. Я учусь сейчас в 11-м классе в школе-лицей номер 8 в Павлодаре. Вот, также я участвовал в олимпиадах по химии, ну и занимался всякими разными еще другими делами. Вот, и, собственно, сейчас я собираюсь вам рассказать немного о поступлении в ВУЗ Америки. Я думаю, часть аудитории уже знает об этом, знает что-то как, поэтому если вам интересно уже что-то именно личное, частное, какие-то вопросы, то их пишите, я с удовольствием отвечу. А сейчас, в общем, хотел в целом рассказать об этом. И, конечно, этот процесс очень сложный, он масштабный, он сильно отличается от того, к чему мы уже привыкли. То есть, обычно у нас не пишут особо много эссе при поступлении, у нас чаще смотрят на академические знания и достижения, оценки в школе, олимпиады и прочее, а американцы смотрят на то, какая ты личность в первую очередь, поэтому это очень важно раскрыть при поступлении. И раскрывается это через твои эссе или через твои extracurricular activities, о которых мы и поговорим. Вот, и вообще я на этом эфире буду больше делать упорно MIT, потому что это то, с чем я знаком больше всего. Вот, и для начала я бы хотел вам показать на презентации то, какие качества ищет MIT у абликантов, с их заявками. Сейчас я... Так, секунду. Вы нашли, да, там внизу есть share screen? Сейчас я нажму его только. Окей. Так, у меня почему-то пробовал Zoom. Что у вас пропало? Zoom у меня пропал. Нет, ну вы в эфире. А, все, вот. Демонстрация экрана. Давайте. Совместное использование. Ну вот. Видно, да? Да, мы видим текст. Ага, так. Сделать, показать. Ну, типа, слайд-шоу или как-то там. Да, 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 я сейчас. Дождать. Нажмись. А так, в общем-то, честно, даже так очень видно. У меня на весь экран весь этот текст. Так. Наверное, даже таким хорошим 14 или 16 шрифтом. Вообще 20-й, по-моему, шрифт. Слайд-шоу, по-моему, было бы тем. Вот, сначала. Да. Получается, вот. Это те качества, которые ищут он идти у своих аппликантов. И первое качество – это то, что ученик должен быть предан университету. То есть, у него должна быть цель та же, что и у университета. Я думаю, что у многих именно топовых вузов Америки главная цель – это сделать наш мир лучше. И первое, что они ищут у студентов – это то, чтобы он стремился сделать этот мир лучше, этот аппликант. И на самом деле это качество может появляться где угодно. То есть, это не обязательно что-то очень глобальное, что вы сделали какое-то открытие, что изменило весь мир. Нет. Это может быть просто то, что вы или помогали кому-то, или одноклассникам, или друзьям, или своему обществу, или бабушке, дедушке. В общем, просто, что вы стараетесь сделать этот мир лучше. Вот. Поэтому это вот одно из качеств. Второе качество – это чтобы вы умели работать в группе, чтобы у вас был дух работы в группе, скажем так. Это все, кстати, взято с официального сайта MIT Ignition Office. Вот. Можете их посмотреть. Там очень много информации, на самом деле. Вот. И все это я узнавал именно оттуда. Также у MIT есть свой блог. Вот. Его ведут и студенты, и люди, которые работают в офисе MIT. Поэтому вы можете их читать. Там, на самом деле, очень много всего интересного, полезного. И, собственно, очень важно при подаче раскрыть, и показать то, что вы очень сильно заинтересованы в университете. И подобные блоги, они помогают узнать больше информации, чтобы проявлять их в каких-то или эссе, или интервью, чтобы университет реально понял, что вы заинтересованы в нем. Вот. Получается, второе качество – это работа в группе. Что вы любите работать в группах, что вы организовываете людей, что вы умеете быть лидером. И из этого вытекает третий пункт – это инициативность. То есть вы должны не бояться что-то делать и должны брать на себя ответственность, инициативу и стремиться тоже что-то делать. Но это пока все общими словами. Потом я буду рассказывать о том, что писал я конкретно. Вот. Ну, пока просто хочу так это разобрать. Следующий пункт – это риск. Это рискованность. Что вы не боитесь брать риск, делать рискованные вещи, потому что все открытия в этом мире были изначально каким-то риском. Вот. И вы должны уметь рисковать. Это очень важно для любого ученика, потому что без риска и без решительности невозможен прогресс. Вот. Следующее качество – это креативность. Вот. Об этом качестве я поговорю чуть позже очень подробно, потому что у меня была интересная история с ним в заявке. Следующий пункт – это у вас должно быть любопытство к этому миру и тяга к знаниям, скажем так. Вот. То есть, вы должны, вам нужно быть интересны, искать знания, их получать, их находить. То есть, вам не должен ваш профессор… Вот. То есть, вы должны сами брать инициативу, искать знания какие-то, искать новые темы и увеличивать свой объем знаний в первую очередь. Вот. И вам должен быть интересен этот мир. Следующее качество – это вы должны соответствовать качествам общества MIT. Что это значит? У них очень такое общество, где все друг друга поддерживают, они дают какие-то идеи, они… То есть, как-то объединяют свои знания. И у них одна общая цель – это, опять же, сделать этот мир лучше. То есть, это как бы объединение всех прошлых качеств в одно. И последнее – это то, что нужно уметь все держать в балансе. То есть, означает, что вы должны быть не только умным, да, но вам также нужно уметь отдыхать, расслабляться или проводить время. И в первую очередь быть хорошим человеком. То есть, это не только вот, как они пишут, что учеба – это не только о работе, а именно еще о том, что нужно быть им человеком и достойным гражданином, скажем так. И теперь я хотел бы перейти к эссе. Получается, это одна из самых важных частей заявки – это эссе. И на это у вас идет, скорее всего, больше всего времени, если не брать тесты в счет. И это то, что раскрывает вас как личность. То есть, вот эти вот ваши качества. Опять же, все эти тесты, оценки в школе – это академическая часть. Она важна, но, как я уже говорил, американцы, в первую очередь, они хотят узнать о вас как личность. Это как мы знакомимся с людьми, мы же в первую очередь смотрим на их качества и рассматриваем их в целом, а не то, что они там умные, или у них есть какие-то там регалии и прочее. Вот. Что по поводу эссе, я хотел бы сказать. Их, конечно, стоит… О них стоит задумываться где-то за, ну, хотя бы 2-3 месяца до подачи заявки. То есть, обычно срок заявки – это или 1 ноября – это на раннюю подачу, или 1 января. То есть, где-то за 2-3 месяца вам нужно их уже писать, эти эссе. И зачем такое время огромное? Потому что каждый день вы будете их изменять. Каждый день вам приходят какие-то идеи в голову, или какие-то новые мысли, или вы вспоминаете какие-то истории из своей жизни. И, может быть, вы и напишете с первого раза очень хорошее эссе, но каждый день вы будете его читать, анализировать и понимать, что вот здесь можно что-то изменить, вот здесь можно сделать лучше, вот здесь это качество не очень хорошо проявляется, вот здесь я лучше эту историю добавлю. Вот. И обязательно качество успешного эссе – это то, что вы должны их приправлять историями. То есть, в них должно быть много историй. Если вы просто много пишете и говорите, это ничего вас не говорит, потому что я могу сказать, что я был в космосе, или, там, не знаю, в центре Земли, но кто мне будет верить, если я не расскажу это через какую-то историю, не покажу, что я понял из этого, какие у меня были выводы. То есть, обязательно в вашем эссе должны быть истории. Даже в маленьком эссе на 100 слов. Собственно, вот такие эссе были у MIT, они, их 5, но они маленькие, то есть, 2 по 100 слов и 3 по 250, сейчас мы каждый разберем. И я старался в каждое эссе добавлять историю. Вот. И сейчас мы перейдем к темам. Я буду рассказывать, о чем я писал. Я эссе свои показывать не буду в личных целях, и чтобы, как бы, не брали мои идеи, возможно. Я знаю, что такое случается, поэтому в личных и в целях безопасности я не буду их показывать. Но я расскажу, о чем я писал, вот. И в чем была особенность моих эссе. Вот. Получается, первая тема. We know you, you will be the life. Ладно, я читать не буду, вы все можете прочитать. О чем эта тема? О том, что просто рассказать о вашем хобби, о каком-то увлечении или просто, что вы делаете для своего удовольствия. Ну, то есть, это просто ваше хобби. И здесь очень важно не писать о чем-то очень великом, знаете, когда все пытаются... Ясное дело, это залявка в университет, и вы пытаетесь как можно лучше себя продемонстрировать. Но особенность этого эссе в том, что вы должны просто показать себя здесь как человека, что помимо работы вы также умеете отдыхать, что у вас есть какая-то страсть к какому-то делу. То есть, основная цель этого эссе – это взять, показать, что у вас есть страсть. В целом, вот эти пять тем, они, конечно, про MIT. Это чисто эссе в этот университет. Но все эти темы, они встречаются и в других университетах. То есть, как-то, может быть, они не звучат по-другому или как-то видоизменены, но суть их одна и та же. Именно поэтому я готовил вообще свою заявку в семь университетов, вот. Но вот эти вот эссе в MIT, они служили основой для всех остальных университетов, на самом деле. Потому что то, что я писал, на самом деле, было вполне универсальным для всех университетов, потому что это раскрывало мои качества. Ну вот. Теперь об этом эссе. Оно не должно быть о том, что вы, скажем, любите сильно учиться. Это и так понятно, если у вас есть какие-то академические знания и достижения. Это и так очевидно, что вы любите учиться. Здесь вы должны рассказать, о чем вы любите. И когда я писал это эссе, это была моя ошибка, что изначально я писал о чем-то таком сложном, великом. А потом я просмотрел видео от Admission Officer MIT, и она сказала, что нет, это должно быть как раз о чем-то простом, о том, что вы реально делаете ради удовольствия. Вот. И я написал это эссе о Леди Гаге. Вот. Я очень люблю слушать музыку, очень люблю ее как артиста. Я ее уважаю. Она открыла свой фонд, она пишет песни о правильных вещах, она продвигает очень хорошие вещи. И я просто очень люблю ее экспрессию, энергетику, и как она поет. И, собственно, я действительно очень часто смотрю ее шоу и выступления и наслаждаюсь ими. Именно поэтому я решил и написать об этом. Вот. Эта идея пришла мне где-то через полтора месяца после того, как я в первый раз сел за это эссе. Именно поэтому важно делать это раньше. Потому что вам каждый день будут приходить какие-то мысли. Я знал, что это эссе будет о музыке с самого первого дня, потому что это огромная часть моей жизни. Я знал, что это эссе будет о музыке, и изначально я пытался описать то, как я дома сидел и играл на синтезаторе, но, если честно, эссе выходило не очень интересным. Поэтому я решил сделать его чуть более особенным и добавить особенность про Лиди Гагу. Потому что здесь как раз-таки я мог проявить то, что она продвигает в своих песнях, скажем, да. А посыл ее песен очень простой, что нужно любить общество, что нужно любить людей и делать добро. И то, сколько она вкладывает сил в свою работу, это восхищает очень сильно. Поэтому вот об этом я писал свое эссе. Второе. Это эссе больше об университете, то есть о программе, на которой вы соберетесь учиться. Это типичные Why Our University Essay. Их очень много, на самом деле, таких эссе в разных формах, и оно всегда будет в каждом университете у вас. Поэтому что я могу здесь сказать, что очень важно делать свое исследование по поводу университета и действительно знать, что вам нравится в этом университете. Это говорят все, но я знаю, что очень многие не уделяют этому должного внимания. И я часами изучал сайт MIT, именно их химического отделения. И читал про программы, про лекции, про профессоров, про лабораторные работы какие-то, которые они делают, и искал то, что мне нравится. И на самом деле это было очень интересно. Я действительно сейчас знаю более-менее, что я хочу от этого университета и на какой программе я хочу учиться. Вот, то есть это действительно очень полезно. Вы реально будете знать, что вы хотите в этом университете. Здесь я посоветовал бы обязательно упоминать какие-то конкретные детали. То есть если вы пишете про какой-то класс, упомяните его, упомяните, что вам именно в нем нравится. Какие-то курсы или профессор, или какая-то определенная тема, или возможность исследований. Я писал про ChemFlex Option with a Focus in Biophysics, то есть это программа, объединяющая химию и биофизику. И там мне очень нравились две лабораторные работы по исследованию. В общем, там был класс по macromolecular projects, то есть это молекулы, которые мы используем для доставки лекарств в наш организм и механизмы их действия. И я писал то, что мне нравится этот класс, то, что мне нравится профессор, который работает на химическом отделении. И как вы можете увидеть, это эссе в 100 слов. И кажется, 100 слов — это 5 предложений. Что можно уместить в 5 предложений? Какие свои мысли? Я на самом деле очень много времени уделял на уменьшение эссе, потому что у меня выходило то 150, то 250 слов. Уменьшить их до 100 слов было очень сложно, потому что мыслей очень много. И, опять же, это то, из-за чего нужно раньше эти эссе писать, их начинать. Потому что у вас стоит очень много времени на их редакцию. Каждый день я понимал, что вот это слово лишнее, это фраза лишнее, и здесь очень важен взгляд со стороны. что это было? Так, что это было? Давайте сделаем так. Я могу сделать mute all, а потом именно вас обмьютнуть, чтобы больше никто не включал. Давайте. Вот сейчас должно быть лучше. И в этом эссе... Так, о чем я говорил? Я потерял мысль. А вы рассказывали про эссе, и так, про то, что надо делать заранее, и сложно сокращать. Да, да, вот. Я вспомнил. Спасибо. Вот. Получается, это производство очень долгий, правда. И здесь очень важен взгляд со стороны, чтобы кто-то оценил, а действительно это важно, или вот эта часть эссе важна, или нет. Поэтому я работал с одной компанией, они помогали мне в этом плане. Но вы можете дать это или друзьям, или кому-то еще почитать, чтобы они сказали, что здесь лишнее, а что нет. Потому что, когда ты каждый день видишь эти эссе, уже просто глаз замыливается, и ты не понимаешь, что лучше убрать. Вот. Но, опять же, если вы чувствуете, что это лучше оставить, что это раскрывает вас, а кто-то говорит, что это нужно убрать, оставайтесь при своем мнении, потому что, в первую очередь, эта заявка должна раскрывать именно вас. И кто, как не вы, знаете вас лучше всего. Вот. То есть, что я могу еще сказать по поводу этого эссе, что делать исследовательскую работу про университет, это займет день, два, возможно, три или неделю, но это того стоит, потому что вы реально будете знать, о чем писать в этом эссе. А это самое главное, чтобы университет увидел вашу заинтересованность в нем, и то, что вы знаете его традиции, какие-то особенности. Вот. И обычно, вот университетов, те, которые я писал, у Дюка такое было, у Корнелло, у них всего два эссе, и одно из них, это как раз таки про Why Our University, и они там больше, чем 100 слов, они там и по 500, и по 400 можно писать. И вот в таких эссе очень важно раскрывать много всего, и особенности университета, и традиции какие-то. Вот у Дюка есть особый день, например, Dragon Day, это их традиция, они устраивают ее весной, насколько я помню. Вот, я тоже про нее писал, что мне очень нравится их традиция, и показывал то, что мне интересен этот университет. Следующее эссе это о том, что вы вкладываете в свое общество, и какую пользу вы в него несете. Опять же, если сравнивать с теми качествами, которые ищет MIT, все эти эссе, в принципе, они и должны раскрывать все качества. Вот. Поэтому, после того, как я писал эти эссе, я обнаружил эту информацию на сайте MIT, где были эти качества, и смотрел, раскрываются ли эти качества у меня в эссе. Вот. И, в принципе, я советую вам это тоже делать. Эти качества, в принципе, они стандартны для любого университета. Вот. Поэтому можете так смотреть, раскрываются ли эти качества в ваших эссе. Здесь уже слов чуть больше в этом эссе, от 200 до 250. И здесь я просто писал о том, как я занимался у нас в школе с олимпиадниками. Вот. И изначально я очень ее любил, это меня изначально попросил, это моя учительница. В принципе, мне нравилась эта идея, но оставаться в школе на 2-3 часа после уроков, когда их было 8 или 9, мне как-то не особо нравилось еще готовить там задачи или материал какой-то. а потом, где-то через некоторое время, где-то через день, 10-15, я изменил свое отношение к этому, я понял, что мне это нравится, на самом деле, что мне нравится искать эту информацию, мне нравится им, давать знания нашим ученикам, что это мое дело, и собственно, это был мой вклад в общество, вот. Они потом даже брали и места на Олимпиадах, и об этом я писал в своем эссе, что я вкладывался в наше общество, в общество своей школы, вот. И опять же, здесь не должно быть чего-то очень великого или претенциозного такого, поэтому вы можете писать просто о том, как вы там помогаете своей бабушке. Я читал много разных эссен на эту тему, и люди пишут о совершенно простых вещах, самое главное, это то, как они делают выводы из этих историй, ситуаций, вот. Именно поэтому я и говорю, что нужно в каждое эссе вкладывать историю, чтобы это демонстрировать, чтобы вы им показали те выводы, которые вы из них извлекли, потому что выводы это самое главное, что мы получаем за жизнь, это наш опыт весь, наши мысли, и, собственно, мы как личность, это вот то, что мы пережили, и то, какие выводы мы сделали. И даже в эссе в 100 слов обязательно оставляйте место для вывода. Одно предложение, вот всегда, ну, обычный вывод пишут или в конце, или в начале, обычный, он в конце все-таки. Вот, в эссе в 100 слов я оставлял по одному предложению на вывод, потому что их всего было пять, вот, а в таких эссе можно и абзац уделить выводом, потому что это то, что будут искать вмешанные офисеры в ваших эссе, ваши взгляды и ценности. Следующее эссе рассказать про то, из какого мира вы вышли, что вас окружает и, в принципе, что вдохновляет и формирует ваши мысли, мечты и цели. Опять же, здесь не должно быть какой-то сложной темы, сложных мыслей. И что еще хочу сказать, эссе очень маленькие, 100 и 200 слов это на самом деле очень мало, и не стоит здесь уделять много времени какому-то витиеватому языку или грамматическим оборотам, вот. Это не самое главное. Самое главное — это здесь ваша идея. Скажем, в остальных эссе, где больше слов, их 650 обычно, это в personal statement, там можно уделить время на какой-то интересный язык или сложные обороты или красивые сравнения, метафоры. Здесь этого делать не стоит, потому что, во-первых, это усложняет чтение административным офисером, то есть у них времени очень мало на вашу заявку, а если вы еще напичкаете ее сложными словами, которые сложно читать и обрабатывать у себя, то вас будут рассматривать меньше и поймут меньше то, что вы хотели сказать. Поэтому здесь такая грань, что если в эссе много слов, да, можно уделить время какому-то интересному лексическому составу эссе, да, а если эссе маленькое — нет, где самая главная идея — мыслили? и ответить на тему, вот. О чем я писал здесь в своем эссе? Я писал о своих друзьях, потому что это те люди, которые меня формируют как личность, и собственно, это те люди, от которых я беру какие-то идеи, вдохновляюсь, я вдохновляю их, они вдохновляют меня, мы обмениваемся мыслями, у нас все время что-то происходит, какие-то, опять же, идеи, события, и конкретно здесь я привел историю, один пример про то, как мы с моей подругой ходили на мастер-класс по собиранию электрических схем и по сборке Ардуино. Я изначально не очень хотел туда идти, вот, но подумал, что почему бы нет, в принципе, и время проведем весело, и чему-то обучимся, вот, и мы сходили туда, и на самом деле это потрясающий был день, мы узнали очень много всего интересного, хихикали и шутили, и, в общем, после этого меня заинтересовала эта тема вся, электричество и прочее, вот, какое-то время я интересовался ей, смотрел видео, изучал, вот, и вывод был такой, что иногда очень неожиданные случаи нам, они формируют наши интересы, и, собственно, это почему важно рисковать, потому что иногда мы не знаем, что нам это принесет, а иногда это приносит очень важные какие-то мысли, идеи, вот, единственное, как это правильно выразить, я надеюсь, вы поняли, о чем я. Вот. И последнее эссе, это рассказать о челлендже каком-то или о ситуации, с которой вы столкнулись, или которая шла не по плану, и как вы ее решили. Вот это эссе было, на самом деле, для меня отчасти сложно, потому что нужно было действительно рассказать о том, что мне, о том, о чем мне сложно разговаривать, это то, что я заикаюсь, иногда, раньше это было еще сильнее, и то, как я с этим справлялся, вот, это была тема моего, это было в personal statement у меня, поэтому это эссе было проще всего писать, потому что изначально я принялся за personal statement, и потом мне нужно было просто его сократить до 250 слов, кстати, у меня все эссе вышли прям впритык, там, или впритык, или минус одно слово, вот, потому что мыслей очень много всегда, всегда очень много, что хочется сказать, объем очень маленький, поэтому здесь важно, чтобы кто-то читал, и или вы это перечитывали много-много раз, но опять же, я говорю, что когда ты это читаешь много-много раз, у тебя уже замыливается глаз и сознание, и ты не понимаешь, что здесь убрать, и что нет, и здесь очень важна критика со стороны, вот, но это эссе может быть о чем-то академическом, да, то есть о каких-то проблемах академических или о психологических проблемах, вот, мне кажется, что о психологических проблемах лучше всего писать, я не знаю, возможно, я не прав сейчас, потому что я не эксперт, я не отмешанный офисер, но по моему мнению, если ты пишешь о психологических проблемах каких-то или борьбе у себя в голове, то это как-то раскрывает тебя больше, чем просто какая-то ситуация, где что-то пошло не по плану, вот, хотя это тема эссе, поэтому здесь может быть все что угодно, и вот, я рассказал, собственно, о чем писал я и какие-то советы по написанию эссе, то есть, и чтобы суммаризировать это все, скажу так, что нужно делать хотя бы за 2-3 месяца их начинать писать, первые какие-то драфты и черновые варианты, и потом они с течением времени будут изменяться, улучшаться, и вы будете каждый день их читать, их ненавидеть, вы будете думать, что они ужасные, я не знаю, у меня лично было так, я каждый день читал, думаю, боже, как это ужасно, что я написал, почему я тратил на это столько времени, а потом оказывалось, что в итоге то, что я отправил в университет не сильно отличается от того, что я ненавидел, вот, поэтому это меняется со временем, ваше отношение к этим СССР, поэтому важно время какое-то, чтобы у вас было обдумать, и чтобы у вас было их несколько версий, чтобы вы объединили и сделали самое лучшее, что вы можете, отправили в университет, и вот, уже по поводу какого-то интересного языка я сказал, что если ССМ маленькая, то лучше не уделять на это время, а если ССМ большой, то можно разнообразить чем-то, но опять же, это не самое главное, самое главное, это рассказать вашу историю, поделиться вашими мыслями, чтобы они поняли, кто вы как личность, да. И теперь хотел бы сказать про уменьшение ССМ. Я когда писал, я думал, что я даже 250 слов не напишу, потому что для меня казалось, это какой-то немыслимый объем, а потом я писал ССМ в тысячу слов и не понимал, а что здесь лишнее, а что здесь убрать, потому что мне хотелось все это показать, все это отправить, и здесь совет в том, что первые ваши версии могут быть очень большими, в тысячу слов, да хоть в две тысячи слов, вот, вы их пишите, все свои мысли обязательно, все какие-то идеи, каждый день, даже если они увеличивают ваше ССМ и выходят за грани дозволенного этого количества слов, то все равно пишите, оставляйте, потому что вы в итоге сможете их скомпоновать так, что у вас получится самое хорошее ССМ вот, то есть если вы их пишете, то не задумывайте о количестве слов, оставьте это на потом, изначально нужно грамотно его сделать так, чтобы оно показывало вас, рассказывало вашу историю, что в нем были выводы. Вот, по поводу ССМ, наверное, все. Теперь хочу немножко рассказать об экзаменах. Чтобы вас приняли в вузы Америки, обычно вам нужно отослать SAT и SAT Subject. Вот, SAT Reasoning и Subject. И также для иностранцев они часто просят или TOEFL, или IELTS. Вот, но американские вузы чаще всего просят TOEFL, а не IELTS. У меня вообще была такая история, что я писал SAT, оба раза написал его не суперидеально, но я не отправил свой балл по SAT. Я так и не набрал тот балл, который я хотел, хотя, ладно, об этом я расскажу еще сейчас. Я отправил TOEFL, потому что у MIT в прошлом году и все это время у них была опция, что иностранцы могут не отправлять SAT, а желательно, чтобы они вообще отправляли TOEFL, если вы не говорили на английском языке, если вы не жили в англоговорящей среде больше пяти лет, но, к сожалению, в этом году они убрали такую опцию и теперь все обязаны отправлять им SAT. Вот, у меня по TOEFL было 103 балла, что, в принципе, неплохо, и хватало на поступление. По SAT-сабжектам я писал три предмета химия, физика и математика уровень 2, по химии и математике уровень 2 у меня было 800, а по химии у меня, ой, по физике было 710. Вот, и я знаю, что многим говорят, что нужно писать по три предмета, и я не знаю, насколько это прям важно, три, а не два предмета, потому что я смотрел лекцию от Admission Officer MIT, и она говорила там, что если мы просим два предмета, это означает то, что мы просим ровно два предмета, не больше, не меньше. Причем там у них были строгие, ну, у них условия есть, что один из предметов обязательно это математика, а другой это наука какая-то, то есть или химия, или физика, или биология. И я, получается, у меня была и математика, и химия, и физика, но я отправил три предмета, потом я жалел об этом, потому что у меня по физике все-таки было 710, я был недоволен этим результатом, хотя он, в принципе, неплохой, вот, но не очень хороший. Поэтому я корил себя за то, что я отправил этот результат, поэтому если вы создавали три SAT-subjectа, и один из них не очень хороший, то я все-таки лучше отправил два, если университет требует два. Я немного не согласен с фразой, что чем больше, тем лучше в этом плане. Вот, потому что в любом случае вот эти экзамены и оценки это то, что раскрывает вашу академическую сторону, но также вашу академическую сторону, академические знания могут раскрыть олимпиады какие-то или проекты. То есть, если у вас по SAT-710, а оценки по физике, ну, то есть, вот, как у меня в случае было, по физике оценки были пять в школе, и, в принципе, я физику знаю на хорошем уровне, на школьном хорошем уровне, да, а по SAT-710, то они понимают, что, вот, у него хорошие оценки в школе, в принципе, академические знания у него хорошие, поэтому, опять же, если у вас одно из SAT-710, написано, именно сабжекты, написано не очень хорошо, то можете его не отправлять. вот. Теперь по поводу подготовки к этим экзаменам, это самая сложная часть, потому что здесь все не так радужно, здесь придется уделять много времени этому, хотя бы по два часа, там, каждый день, я не знаю, потому что иначе, мне кажется, никак. эти экзамены, они устроены так, что там нужно просто много их прорешивать, пока ты не поймешь, как они устроены, и не будешь очень легко их решать, то есть там нужно разбирать ошибки все время свои, делать практики каждый день и поддерживать свой уровень. И, к сожалению, чтобы это делать, вам придется лишиться какого-то времени, ну, я к чему клонюсь, что в то время, когда я готовился к тестам, я не так много общался с друзьями, я каждый день прорешивал эти практисы, мне все время хотелось это бросить или закончить, я думал, а зачем я это делаю, я могу просто общаться так же и там с друзьями, но для достижения какой-то цели нужно чего-то абстрагироваться, вот, и везде нужны лишения, как грустно это не было, вот. Но это не означает, что я прям сидел и только учил, 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 нет, конечно, я общался, гулял, но, к сожалению, это было меньше и не так много, как мне хотелось. Но результат того стоит, вот, поэтому будьте готовы, что вы столкнетесь с какими-то лишениями в этот период поступления в вузы США, то есть все не так радужно, вот, как некоторые это описывают. Ну, тест — это не самая главная часть заявки, да, конечно, она важная, но особенно у иностранных студентов на нее уделяют не так много времени, потому что, ну, две самые главные, по самым главным аспектам вашей заявки — это академическая и личностная, да, часть, то есть академическая часть, она раскрывается не только по экзаменам, она раскрывается также и через оценки, через рекомендации учителей, она раскрывается через ваше участие в олимпиадах, в проектах и много-много как еще. То есть, если у вас не очень плохие, не очень хорошие баллы по экзаменам, это не означает, что у вас вообще нет шансов на поступление, а наоборот, у вас есть шансы, если у вас есть какие-то олимпиады, опять же, или проекты, или у вас очень хорошие рекомендации от учителей. Кстати, рекомендации от учителей — это тоже очень важная часть, на нее не так много времени уделяют, но я вот лично просил своих учителей, чтобы они писали все, что они, ну, то есть, все, что они думают, они вспоминали какие-то истории. Я им отправлял тоже там файлы о том, как правильно писать эти рекомендационные письма и попросить своих учителей, чтобы они действительно уделили этому какое-то время. Я понимаю, что у них есть свои дела, но если вы с учителем в хороших отношениях, то я думаю, он не откажет вам какой-то помощи. И это действительно важная часть заявки, потому что это то, как люди вас оценивают со стороны, и это очень важно знать университету, поэтому на рекомендационные письма я бы тоже уделил много времени. Они не менее важны, чем эссе на самом деле. в принципе, про основные части заявки это все. Теперь я хочу еще сказать, что конкретно об MIT, у них анкета. Я бы ее показал, но, к сожалению, она удалилась. Она была у меня в моем профиле, но они буквально в марте удалили все наши анкеты, поэтому я ее просмотреть теперь не могу, она у меня не сохранилась в том виде, в котором она была на сайте. Там был пункт рассказать о своей стране, об особенностях, там буквально было ограничение, по-моему, в 100 слов, и если у вас есть какие-то там поля, и написано optional, то есть вы можете их заполнять или можете не заполнять, обязательно их заполняйте, потому что это еще один шанс вам показать что-то из своих качеств. Я писал о том, что у нас в стране живут очень много людей разных национальностей и о том, что это нас объединяет, сплочает, как-то мы обмениваемся и культурными традициями, и какими-то... В общем, всем вот этим, вот то, что у нас есть в стране. Опять же, это тоже одно из качеств, которое администр офисеры увидели во мне, то, что я ценю разнообразие нашего общества. И также там, я думаю, что это есть в каждой заявке есть дополнительное место, где вы можете еще что-то написать. Обязательно используйте это место, если вам действительно есть что сказать. Я, например, писал о том, что у меня просто в эссе вышло так, что не особо сильно раскрывается моя креативность. На самом деле, я довольно-таки творческий человек, если я так не скажешь, наверное. и я хотел бы, чтобы эта черта была раскрыта в моей анкете. Я использовал это место для того, чтобы об этом рассказать. Вот, о каких-то историях, как мы организовывали там концерты в школе или еще что-то. Обязательно используйте свободное место. И, ну, главное, чтобы это было по делу, если вы там просто будете все подряд писать, нет. Опять же, оно должно быть 100-150 слов максимум, чтобы оно было как маленькое, но емкое и хорошее эссе. Вот. Также одна из частей заявки это extracurricular activities, то есть то, чем вы занимаетесь вне школы, вне академических каких-то знаний, достижений. И я сейчас расскажу о себе, а потом расскажу чуть больше о том, об особенностях этой части заявки. Вот. Я там писал об олимпиадах. Вот. Это была первая моя extracurricular activity, потому что олимпиады занимали огромную часть моей жизни. Я очень благодарен тому, что я участвовал в них. Это неимоверный опыт. Вот. И познакомиться с людьми со всего мира и с нашей страны и как-то ставить себе какие-то челленджи. Это очень-очень интересно. И действительно, это огромный жизненный опыт. И вот, я писал об олимпиадах в качестве ECS. Также я писал про то, про химический кружок в школе нашей, когда я занимался с нашими олимпиадниками в школе. Вот. И это же я и раскрывал в своих эссе. Также я писал о том, что я работал и модератором, и помогал, как-то и статьи писал, ну, прочее. на бен кавикулум, вот, который тогда еще был ниже лимп, вот. Точнее, я больше работал именно на химическом сайте, на погадание. И последнее вот из экстракрикторис, это была моя активность какая-то в школе, вот, организаторская активность, то есть это или мероприятия какие-то, или концерты, или волонтерские какие-то там эти походы, вот. Ну, я это все объединил как школьная активность такая, вот, организаторская именно. И, как видно, из того, что я сказал, что три из четырех активностей, связанные с химией, с олимпиадами, и мне кажется, что на самом деле очень важно, чтобы у студента все активности были как-то связаны, чтобы не было так, что они все разношерстные и вообще не связаны между собой, потому что это выглядит как-то очень наигранно, и то, что ученик просто пытался ухватиться за все подряд, в итоге у него ничего не вышло, и ни в одной сфере он не сделал ничего, скажем так, да, поэтому здесь важно работать не на университет, а на себя в первую очередь, вот, то есть я участвовал в этих олимпиадах не для университета, я так, господи, это было, это в седьмом классе все было и начиналось, я тогда даже не думал об университете, вот, те же самые погадания, я работал с осени 2018 года, тогда я тоже прям активно супер об этом не думал, то есть все это, и химический кружок, это вообще было в девятом классе, это я тоже прям активно не не задумывался об университетах, уж тем более таких топовых, как MIT, и делал это все для себя, то, что мне нравилось, и так оказалось, что все эти активити были связаны с химией, многие из них, поэтому, мне кажется, у меня было видно в заявке, что мне действительно интересна химия, что у меня есть к ней какая-то страсть, что я готов этому посвящать время, жизнь, вот, какой силы тратит на это, вот, и поэтому вы работаете сначала для себя, а потом весь ваш опыт будет, он будет работать на вашу заявку в университет, это не должно быть наоборот, что вы все делаете ради университета, участвуете в каких-то конкурсах или в чем-то еще, вам это действительно должно нравиться, и у меня почти все истории о тех, которых я писал в своих эссе, связаны как-то с олимпиадами, потому что это действительно огромная часть моей жизни, с химией, вот, то есть, чтобы, как об этом многие говорят, чтобы был big spike, то есть, не well-rounded student, а student, который есть big spike, то есть, какое-то достижение в какой-то одной сфере, вот, где он преуспел, и университеты больше ценят это, чем то, что вы пробовали все подряд, но по чуть-чуть. ну вот, в принципе, мы, наверное, разобрали все основные аспекты заявки, какие-то особенности, наверное, остановлю демонстрацию экрана и почитаю вопросы. О, тут вопросов так много накопилось. Какой мейджер вы выбрали? Я еще не выбрал мейджер, я буду это делать на втором курсе, как это делается во многих американских университетах, но планирую пока вот что-то связанное или с биофизикой, или с биоинженерией, возможно, вот что-то такое меня интересует. Вот. Пока я еще сильно думаю над этим и точно еще не определился. Думаю, что когда я попробую какие-то классы в университете, я уже точно буду знать, чего я хочу. По крайней мере, я надеюсь на это. Вот. Уменьшайтесь. Откуда выбрали сэмплы? А сэмплы чего? Нужно ли раскрывать недостатки? Да, конечно. Собственно, через недостатки и раскрываются наши хорошие качества, как мне кажется. Вот. Особенно это вот про пятое эссе, которое про проблему или про ситуацию, которую вы решили. Обычно она исходит из какого-то недостатка вашего. И уже потом вы раскрываете и пишете свои мысли. Вот. В MIT нету на 150 слов? Нет. У них своя отдельная платформа, у них не Common App, у них MyMIT, и там отдельные пять эссе. Вот. А эссе на 650 слов это на Common App это Personal Statement. Вот. Вы сдавались эти субжекты? Да, я уже об этом говорил. Как готовились к субжектам? Ну, по химии, по математике я особо не готовился, потому что у меня были хорошие знания, особенно по химии. вот. Я просто прорешил несколько практиксов. Ну, я думаю, что многие знают, те, кто готовились к субжектам, книгу Бернс, вот. Она есть по всем, по многим субжектам, по крайней мере, по, естественно, научному направлению. Вот. Там прорешил практикс, там есть какие-то темы, просто я находил в списке тем, удостовер... удостоверивался, нет такого слова. В общем, я проверял, знаю ли я все темы из этих списков тем. Вот. Если какие-то не знал, я их прорешивал, изучал. Вот. Ну, и просто практикс, практикс, практикс. К субжектам я на самом деле очень мало готовился, потому что я сдавал их 1 июня, в мае у меня особо не было времени на это. Точнее, я зарегистрировался на него в апреле, в начале, и весь апрель у меня ушел на Менделеевскую олимпиаду, в мае там еще были проблемы со школой, какие-то оценки нужно было получать. Вот. Поэтому я к субжектам прям хорошо готовился только две недели. Вот. Can you send a link for the video of admission? Сейчас. Хорошо. Давайте я оставлю ссылку на это видео от admission officer MIT. Оно на самом деле очень полезное. Вот. Сейчас. Секунду. 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 Вот. А так, я чат частный сделал. Сейчас я всем скину. Вот. очень полезное видео, там много что рассказывается, каких-то инсайдов. Так. Обязательно не сдавайте сети субжект. субжект. а у них а у них очень ценится, потому что это показатель вашей выносливости в школе. Потому что, ну, опять же, если это показатель выносливости в школе, то это показатель выносливости в университете. Что если сдавать сети Math 1? Он вроде легче, Second. Нет, MIT также пишут, что, да, и любые университеты, что без разницы, что вы сдаете, там, первый уровень или второй, вот, лишь бы это была математика, если вы ее решили брать. В MIT убрали требования по subject test. Да, они убрали требования, вот, это в этом году нововведение, мне кажется, что после этого многие университеты будут отказываться от этого и начнут постепенно отказываться, вот, потому что обычно так и происходит, что какой-то университет крупный от чего-то отказывается, и все тоже от этого отказываются. Вот, и с этим Math 1 уже есть связи, так, financial aid and MNC is based on if you are admitted on your family income IT less than Да, вот, это правда, если доход вашей семьи меньше, чем 90 тысяч долларов в год, то они вам дадут практически стопроцентных грамм, то есть, они оплатят вам обучение, они дадут вам деньги на проживание, на перелет, на личные расходы, на еду, на общежитие, то есть, на все-все-все-все-все-все. Вот. То есть, они предоставляют scholarship очень хорошие. А вот спрашивают, в MIT отменили сабжекты, но я подавал в прошлом году, и в прошлом году их еще не отменяли, а их отменили только в апреле, по-моему, или в марте этого года. про AP-экзамены я не знаю абсолютно, вот. Лучше их сдавать или не лучше. Как-то у International Students не принято сдавать AP-экзамены, и, в принципе, они это прекрасно понимают, поэтому они их и не требуют от нас. тем более, их результаты выходят в конце года. Обычно их сдают в 12-м классе уже после ну, самый важный AP-экзамен, который обычно они берутся в 12-м классе у американцев, они потом получают результаты уже в конце года, когда уже заявка отправлена и уже принято, скорее всего, в университет. А если ты хочешь на Engineering, то какой нужно сдавать SAT-SAM? Это все персонализировано в университетах, какие-то университеты, ну, то есть OMIC такая система, что ты подаешь в сам университет, вот, потом ты можешь брать любой мейджор, абсолютно все, что угодно. А у некоторых университетов ты подаешь на какое-то отделение, вот, и у них есть какие-то свои требования, у них есть какие-то свои эссе, какие-то свои качества, которые они ищут, ищут, ищут в студентах, вот, поэтому это все лучше изучать на сайтах университетов. Они бывают немного иногда сложными, непонятными, но лучше потратить время, изучить, все понять, вот, чтобы точно не ошибиться со своей заявкой. Поэтому делайте свои тоже исследования про университет, где вы брали материалы для написания personal statement, нужно ли проходить курсы, или книги читать. Я не проходил никакие курсы, не читал никакие книги, я в основном просто, если мне нужно было какое-то эссе, я писал тему этого эссе, в Google очень-очень-очень много сайтов, и в интернете просто очень много сайтов, где уже есть примерное эссе, во многие вузы, где есть какие-то советы, вы можете их посчитать. Вот я брал, открывал там первые две суки, читал их, а потом я в основном писал сам, потому что все эссе, в принципе, они похожи по структуре, поэтому какой-то в целом особенности, чтобы у определенных университетов нет особенностей по структуре эссе, она везде одинаковая, то есть это какая-то история, это вывод, это то, как ты себя там показываешь, и чтобы ты ответил на тему эссе самое главное. Вот. Поэтому я ничего особо не читал, я смотрел видео в интернете, и читал просто одно-два эссе примерных от учеников, которые есть в интернете. Вот. Какие у вас экстремии... Так, это я уже отвечал. Расскажи, пожалуйста, про интервью. Давайте расскажу про интервью, потому что это очень интересная часть. Я не думал, что у меня будет интервью, я подал заявку 30 октября, вот, и я на самом деле надеялся, что у меня не будет интервью, я знал, что оно вроде как, что мне должны были написать до 1 декабря в интервью, если оно у меня было бы. Я надеялся, что мне не напишут, потому что обычно их проводят вживую, у американцев, то есть, они встречаются там где-нибудь или в кафе, или еще, или в парке, разговаривают просто, обсуждают что-то. у иностранных студентов это сделать гораздо сложнее и проводят интервью в Скайпе, но не так часто, ну, или в подобных программах, как Скайп. И я надеялся, что у меня его не будет, потому что я знаю, что у интервью национальном студенте не так часто она проходит, вот, и интервью проходит вообще независимо от заявки, то есть, твой интервьюер ничего не знает о тебе, вот, у него нет никаких там предубеждений, вот, и оно не зависит от заявки, опять же. Поэтому было очень важно себя хорошо продемонстрировать интервьюер, в общем, я не думал, что оно у меня будет, и тут вот в один прекрасный день я сижу на алгебре, мне приходит уведомление на почту, что мне пишет мой интервьюер, что у меня будет интервью в МАИТ, вот. Я тогда на самом деле опешил, я не знал, как реагировать, на это, потому что у меня, у меня была радость, что у меня будет интервью, что это еще один шанс как-то себя продемонстрировать, там, показать, рассказать о себе что-то большее, потому что в часовом интервью можно рассказать гораздо больше, чем в СН на сто слов, да, особенно, когда ты разговариваешь с человеком, вот, это гораздо проще. Но, с другой стороны, я боялся этого интервью, как смерти, вот. вот, я думал, что, я когда волнуюсь, довольно сильно заикаю, что я еще волновался за свой английский, что я не смогу нормально что-то сказать, что-то говорить свои мысли, все-таки я не носитель языка, хотя с английским, опять же, все не так вроде плохо, но уверенности стопроцентной вообще не было. Поэтому, я волновался очень сильно, я не знал, что я буду говорить, я боялся как-то себя плохо продемонстрировать. Плюс еще, за несколько, получается, за, за несколько дней до интервью я уезжал в Астану, у меня почти не было времени на исследование этих интервью, как его проводят и все такое, и подготовиться как-то, ну, в общем, я переживал, но интервью прошло очень хорошо, вот, мой интервьюер был из Молдовы, вот, он заканчивал MBA-программу в MIT, вот, и он был очень приятный, он располагал к себе, он все время шутил, рассказывал какие-то анекдоты, даже он вдохновил меня, то есть он в конце рассказал историю, которую он рассказывает все время своей дочке, вот, поэтому мой интервьюер был очень приятный человек, вот, у нас интервью длилось час, и хорошо, что я немножко почитал об интервью заранее, потому что на Reddit или просто даже в Google есть, в принципе, эти вопросы, те, которые они чаще всего спрашивают, то есть у интервьюеров есть список из вопросов, которые они тебе задают, то есть они не импровизируют, а у них есть список из вопросов, вот, и поэтому они, в принципе, известны, я их почитал и подготовил заранее ответы, это меня, если честно, очень сильно выручило, потому что я заранее знал, что говорить, хотя, конечно, неловкие паузы были, я думал, что сказать, как правильно сказать, как не опозориться, при этом, вот, при этом надо было все улыбаться все время, там, не знаю, и смотреть в камеру, но это было не сложно, потому что у меня был очень хороший интервьюер, и, на самом деле, мне было спокойнее разговаривать на английском, потому что он был из Румынии, у него был довольно-таки сильный акцент, вот, и это тоже как-то успокаивало меня, плюс, во время интервью он похвалил мой английский, я вообще, я выпал из этого, потому что я не ожидал, что кто-то когда-нибудь скажет, что у меня хорошее произношение, или что у меня хороший английский, я никогда этого не слышал особо в свой адрес, ну, от человека, живую, так, и когда он сказал это, я расслабился, и стал еще более верно говорить, вот, спрашивали меня стандартные вопросы, то есть, о том, что вы можете дать MIT, что MIT может дать вам, на самом деле, это сложный, очень вопрос, то есть, что вы можете дать MIT, ты так думаешь, а действительно, а что ты можешь как человек дать огромному университету с огромной репутацией, где учат умнейшие люди планеты, или что он может дать тебе, вот, поэтому важно было уже примерно знать, что говорить, хорошо, что-то я ответил на это заранее, вот, вот, и, ну, в целом, интервью прошло очень хорошо, и в конце я спросил парочку вопросов об MIT у своего интервьюера, это тоже важный шаг, там, все советуют, чтобы вы спросили у интервьюера что-то об университете, чтобы показать вашу заинтересованность в нем, вот, он мне рассказал о свою историю, о том, какие, ну, то, что у него, что у него была за программа, зачем он ее брал, какие он брал классы, в каких он участвовал в клубах, вообще классный мужик, очень, прям, мне очень понравилось интервью с ним, я был очень рад после него, хотя я очень волновался, переживал до интервью, и в первые, возможно, пять минут не было дикая дрожь в голосе, но потом все прошло, в принципе, хорошо, но я слышал историю, что у некоторых людей были не очень хорошие интервью, мне кажется, это все очень сильно зависит от интервьюера, но в целом, они всегда обычно очень добрые, располагающие себе люди, вот, и не стоит его так бояться этого интервью, вам просто нужно отвечать на их вопросы и быть собой, это кажется, что это так просто, ну, то есть, я думаю, что это очень сложно перед интервью, а на самом деле в этом ничего сложного нет, какой у вас GPA? Так, ну, я отличник в школе по казахстанской программе, смотря как вы высчитываете GPA, вот, ну, может, конечно, 5.0, было ли у вас что-нибудь, что вы хотели изменить в своей инкете уже после этого? Да, конечно, конечно, я каждый день я ложился спать и думал, боже, зачем я оставил эту часть, или боже, почему я не написал об этом, что я хотел изменить там много чего, что это предложение можно было сделать так, или его нужно было убрать, на самом деле, было, да, я корил себя, ходил, а потом, через две недели я понял, что в этом нет никакого смысла, что что было, то было, я уже все отправил, я ничего уже не изменю, и в целом у меня неплохая заявка, стоит просто уже ждать, успокоиться, и не загонять себя в какие-то плохие мысли, вот. Какую альтернативу ты бы посоветовал не олимпиадникам? Ну, наверное, проекты, вот, причем проекты не только школьные, а проекты в плане какие-то там исследовательские работы, или проекты по организации мероприятий, там, не знаю, или хакатоны, очень-очень хорошая вещь, это хакатоны, вот. Альтернатив на самом деле много, но из академических я вот, как мне кажется, самое лучшее это олимпиады, и плюс еще MIT, это университет, это прям пристанище для олимпиадников, там их очень много, вот даже мы познакомились с одной девочкой в 2018 году на ИСИИЧО, она была из Кореи, и сейчас научится в MIT, вот, поэтому даже уже один знакомый есть, ну, их на самом деле больше, но вот именно из-за олимпиадного движения, с которыми я лично был знаком. Вы подавали только в MIT? Да, потому что на раннюю подачу я решил подавать только в MIT, почему? Потому что, во-первых, у большинства университетов топовых Америки Early Decision, то есть, если ты подавешь в них на раннюю подачу, то ты не можешь подавать в остальные университеты, вот. Есть еще Early Action, Early Action, вот как раз-таки у MIT, и, например, у UChicago, вот, изначально планировалось так, что я подам в MIT и в UChicago на всякий случай, на Early Action, но в UChicago не совсем были готовы еще эссе, поэтому я не стал подавать, подали только в MIT, и уже я решил так, что, то есть, все это время, пока я ждал ждать от MIT, я готовил, идеализировал, то есть, не идеализировал, а доводил до идеала свои эссе в остальные университеты, готовил свою заявку, и когда уже пришел ответ в MIT, у меня все эссе были готовы, все абсолютно было готово, в остальные шесть вузов, вот, но подавал я только в MIT, после того, как мне пришло приглашение о принятии, я решил, что я подавать в остальные университеты не буду. Как думаешь, подойдет ли работа как экшекаррикулайз? Я думаю, что да, но насколько я помню, вообще в заявке есть отдельная графа про работу, вот, про какие-то стажировки или про что-то еще, поэтому я не совсем уверен, стоит ли это включать в экшекаррикулайз, но там есть отдельная графа про это, вот. На районе подачи вы только в MIT подавали? Да, потому что там early action, а у остальных университетов были ED, early decision, поэтому, то есть, если бы я подал в них, я не мог бы подавать в MIT. Как и как долго ты подготавливался к той фол? Ну, где-то три недели, вот, у меня той фол был 21 сентября, по-моему, ну, вот я начал осенью готовиться сентября, да, три недели, наверное. Какие вузы вы еще поступили? Никакие, потому что я никакие не подавал больше. А если у тебя по физике четыре, это сильно повлияет? Нет, на самом деле, я опять же говорю, тут важно все рассматривать в целом, комплексно. Если у вас какая-то часть заявки хромает, по вашему мнению, а другая часть заявки очень хорошая, очень сильная, то если они из одной сферы, то опять же, я разделяю заявку на личностные качества и на академические качества. то есть академические качества это оценки, тесты, экзамены, вот эти вот рекомендации от учителей и олимпиады, да? Если, скажем, у вас сильные олимпиады, но, скажем, плохая оценка по литературе, то это не сыграет сильную роль. В каких случаях ты бы посоветовал брать Gap Year? Как нужно искать информацию на сайтах университетов? Ведь они огромные. Ну, вот я говорю, что на самом деле сайты университетов обычно очень сложные, в них сложно разобраться, понять, как что устроено, но я знаю только один способ сидеть, разбираться, смотреть видео на ютубе, смотреть видео от студентов, возможно, из этого университета. просто изучать часто так, что сайт самого университета очень сложный, но университетов часто бывают отдельные сайты для каждого отделения, вот, например, Chemistry Department или Department of Physics, и в них разобраться гораздо проще, поэтому смотрите, возможно, там будет проще именно на сайтах отделения университета. Вот. Но на это нужно реально потратить время, день, два, возможно, даже больше. И по поводу Gapier, я не знаю, я не брал Gapier, и не знаю даже, честно, в каких случаях стоит его брать. Наверное, если ты очень хочешь туда поступить, но, блин, я не знаю, я не считаю, что жизнь человека, она, конечно, сильно зависит от выбора университета, но университет оказывает огромное влияние на формирование личности, да, но твоя топовость не зависит от топовости университета, поэтому в каком, ну, если есть вариант взять Gapier и поступить в более хороший университет, причем ты в этом уверен, что такая там возможность есть, хотя бы процентов на 50, то, наверное, стоит, а если ты сомневаешься в этом, то лучше, наверное, пойти в другой университет, куда ты точно уже поступишь, и не думать, что на этом жизнь остановится, вот, опять же, можно делать все, что угодно, также развиваться, также продолжать свою деятельность в университете и достичь каких-то высот, вот. Сказал бы мне кто-нибудь это, когда я подавал в университеты, вот. По-твоему, так? Что многие делают не так при подаче, из-за чего им приходит reject? Я не знаю, что именно не так, но мне удавалось читать некоторые эссэ у некоторых людей, вот. Я понял, что, мне кажется, люди не совсем знают, как их писать, и не понимают, что им нужно показать. Но вот опять же, как я сказал, самое главное, эссэ, чтобы был вывод. А я читал такие эссэ, где люди просто или рассказывают какую-то интересную историю своей жизни и не пишут никакой вывод, или просто пытаются углубиться в какой-то сложный язык, витиеватые выражения, и нет самой сути эссэ. Или они не отвечают по теме, или они уходят в какие-то дебри, или наоборот очень мало деталей, или они пишут об одном, об одном, и тут резко они пишут вообще о другом, то есть никакой связи. опять же, поэтому нужно уделять много времени на эссэ, не один-два дня, не одну-две недели, а один-два месяца хотя бы, потому что вам каждый день будут приходить новые идеи, вы каждый день будете, ну, не каждый день, но ладно, хотя бы там раз в пять дней у вас будет новый взгляд на это, поэтому и смотрите видео, читайте сайты какие-то, где пишут, как правильно писать эссэ. Все-таки их пишут не глупые люди, люди с опытом чаще всего, поэтому лишним это точно не будет. Ну, то есть, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что, наверное, люди много не понимают, как писать эссэ и что в них писать, вот, но это по моему опыту, вот, а так, наверное, я, честно, я не знаю, я не работаю в приемной комиссии. Какой у вас баллосы идти, это тайна, покрытая мраком, о которой я никому не говорю, потому что мне за это стыдно. Можете рассказать про вашу волонтерскую деятельность, взяли вы этому внимание? Нет, это просто было в школе, знаете, как мероприятия какие-то, вот, там, сходить в детдом или сходить в приют, вот, поэтому это не было прям какой-то, что я очень хотел этим заниматься, нет, просто мне это нравилось, если у нас была возможность, то я этим занимался, вот. Ну, на школе также были движения, активистов, вот, все такое. А вы английский сами изучали? Да, я изучал сам, и вот, что еще хочу сказать, обязательно уделяйте время изучению английскому при подаче, как бы, это вполне очевидный совет, но, опять же, я тоже сталкивался с тем, что ребята, у ребят не очень хорошего уровня английского, это было видно в их эссе, вот, поэтому изучайте английский как можно раньше, как можно больше. Я активно стал изучать английский только, вот, наверное, в девятом классе, учил кучу-кучу слов, вот, слава богу, не зря. Каким калькулятором вы использовали, когда сдали сабжект? Я использовал калькулятор Casio FX991EX, EX, наверное, правильно, я его назвал EX, вот, это очень известный калькулятор, такой белый, вот, его используют на многих олимпиадах, ну, в общем, он есть у многих олимпиадников, поэтому, если вы из этой среды, то вы, наверное, знаете, что это за чудо-машина, вот, а так можно с любым калькулятором, но это был не графический калькулятор, вот, а просто самый, ну, то есть, scientific, вот, инженерный калькулятор, mission officer изучает дополнительную информацию о тебе, например, откуда они могут знать, правдивы ли твои extra-curriculars? Я не знаю, как они узнают, но это правда, бросай это в глаза, это прям сильно бросает в глаза, они никак, конечно, точно не узнают, правда это или нет, вот, но если ты, это где-то упоминаешь, ну, то есть, если ты, как бы это писать, если ты где-то это упомянул, то есть, о чем-то, то, скорее всего, это проявится у тебя в другой части анкеты, то есть, если ты, например, пишешь о своей extra-curricular, которой у тебя не было на самом деле, то ты вряд ли о ней будешь рассказывать своих эссе, у меня, например, все extra-curricular где-то проявлялись, там, в эссе, где-нибудь еще, поэтому, мне кажется, такая ложь заметна, вот, и чаще всего это все как-то вот нескладно, не связано, также во время интервью это может проявиться, мы же не думаем, когда мы лжем, что мы говорим чаще всего, вот, я не знаю, честно, как это они узнают, но сколько вот я смотрел видео, читал сайтов, все пишут, что это сразу заметно, и я тоже так считаю. Успею ли сдавать все экзамены, если я сейчас в 10 классе? Да, я вот только в апреле задумался об экзаменах прошлого года, то есть, когда я был в 10 классе весной, еще изучал английский, думаю, что не получится, и очень много сомневаюсь с темпио. Ну, вот раз скажу, что, наверное, тратить время, деньги, силы, нервы на SAT, если вы не уверены своим английском, не стоит, потому что SAT довольно-таки продвинутый экзамен, в плане, его сдают носители языка, да, если у вас хотя бы не средний уровень, да, ну, то есть, чуть выше среднего даже, SAT будет сложным. У вас есть места по мировым олимпиадам? Возможно ли поступить в MIT, не имея особых побед? Да, конечно, олимпиадников там, знаете, их не так много, из международных имена. Ну, нет, ладно, их много, но это далеко не все студенты, вот, то есть, есть какие-то еще другие проекты, мероприятия, что-то еще, где можно себя проявить. можете почитать истории людей в интернете, вот, там есть, например, одна девочка, она из Америки, на филиппинского происхождения, и она не участвовала абсолютно в олимпиадах, она участвовала в проектах, она организовывала благоволитную деятельность, она участвовала в всяких там кампусах, в кемпах, вот, поэтому олимпиады не было, она поступила, и таких примеров очень-очень-очень много. Из шести высказов сколько поступили? Ну, я уже сказал, что я подавал только в один, потому что я подал в него только в один, ждал от него результат, если бы меня не приняли, я бы подал во все остальные, а так я не подавал в остальные. Университеты, а разве не нужно как-то отличаться от студентов, собирающихся поступить платно и по financial aid? Как можно отличиться? В каких олимпиадах вы принимали участие? Нет. Тут спорный вопрос, потому что financial aid, она зависит от университета к университету, она меняется, да. Самые топовые вузы, вот такие как MIT, Гарвард, Сенфорд, я не знаю, Йель, например, да, они, в общем, need blind, по-моему, это так называется, что они не смотрят, они рассматривают вашу заявку, то есть у них отдельный офис financial aid и отдельно admission office, то есть они отдельно рассматривают вашу заявку от финансовой подоплеки, скажем так, да. Некоторые университеты, ну, многие, они рассматривают заявку вместе, то есть если вы не сможете оплачивать обучение, то у вас меньше шансов, да. Такие университеты тоже есть. Есть университеты, где отдельно офисы. Там, я, насколько помню, есть три типа вот этого университетов, вот, но MIT, он need blind, по-моему, это так называется, то есть они не смотрят на состояние вашей семьи, способность оплачивать обучение при рассмотрении заявки и дают полную financial aid. Но, опять же, это лучше посмотреть на сайте университета. Очень много об университетах пишут на Reddit, вот, очень много, поэтому просто можете заходить на Reddit и просто искать про ваш конкретный университет информацию. Каких блогеров ты посоветуешь на YouTube, может, которые ведут блог по теме университетов? Прямо каких-то блогеров я не знаю, рассказывающих об университетах, я знаю про SAT, как же она называется, сейчас я скажу, так, Super, господи, Super Twitter TV, вот, она рассказывает, ну, она вот рассказывает, нет, она рассказывает и об SAT, и об SC, и об Extracurricular, но ее многие, наверное, знают, там такая интересная женщина, вот, рассказывает всякую информацию, в принципе, каких-то прям особо блогеров я не знаю, просто смотрел разные видео от разных людей по какой-то определенной теме. Какие университеты вы еще хотели подать? так, вот я тут их записал, Duke, Cornell, Harvard, Stanford, Columbia и Ю-Чикаго. Вот. Кому нужна помощь по Extracurricular, я говорю с Reddit, захотите на... Да, на Reddit, я говорю, есть очень много всего, там люди делятся своим опытом, вот, это очень хорошо, там сидят в основном молодые люди, вот, поэтому они с удовольствием о чем-то рассказывают, и Reddit — это ценнейший ресурс при подготовке заявки в университет. Так, ну, вопросы вроде как закончились. вот. Я, наверное, еще подожду. Да, давайте подождем парочку минут, и, может быть, если еще есть вопросы, то спрашивайте. Да, я пока готов ответить. Так, у меня тут вообще... Счастлив ли ты в MIT? Я еще не в MIT, но, безусловно, я счастлив, вот. даже сейчас, вот, все, что мне нужно там им заполнять, отправлять, мне все очень нравится, как у них все это устроено, вся эта система, поэтому я думаю, что, да, я буду счастлив. Вот. И классы, курсы, которые у них есть, и профессора определенные, это прям то, чего я хочу действительно в жизни. Влад тут спрашивают ваши контакты, вы поделитесь, наверное, своим инстаграмом? Контакт, да, я могу написать только, да, наверное, свой инстаграм, вот, сейчас включу всем. также есть в разных соцсетях под именем Тюртанцев Владислав, вот, очень оригинальным, можете искать. И что вот я еще хотел сказать напоследок, вообще этот процесс, на самом деле, он очень полезный, потому что это было очень тяжело, конечно, я помню, я ненавидел каждый день, когда я садился писать это из IT, или когда мне нужно было в сотый раз писать свое эссе, вот эти идеи какие-то придумывать опять. Иногда я думал, что, блин, зачем это надо, но у меня была цель, я понимал, зачем мне это надо, если у вас не будет цели, вы, возможно, не пройдете через весь этот путь, поэтому здесь очень важно четко осознавать, что вы действительно хотите в этот университет, что вы действительно хотите через все это пройти, чтобы вы готовы тратить каждый свой день на протяжении трех месяцев, возможно, больше, чтобы там 3-4 часа уделять этому внимание. Я спокойно не мог спать, если я один день не занимался этим поступлением, мне было стыдно, что я опять просто, ну, что у меня день там прошел зря, например, но этот весь процесс очень сильно раскрывает тебя как личность и дает понять все, что ты понял за всю свою жизнь, то есть какие-то, опять же, вот мы это все же, мы обычно все ситуации проживаем как-то, ну, и не особо их анализируем, вот, а когда ты реально пишешь эти эссе, когда ты думаешь об этом, ты понимаешь, что на самом деле у тебя была интересная и насыщенная жизнь, и что вот ты сделал вот такие-то, такие-то, такие-то выводы, и ты осознаешь свои какие-то ценности, свои взгляды, ты понимаешь, кто ты как личность, вот, и я на самом деле очень благодарен этому процессу, потому что, сейчас я все больше и больше над этим задумываюсь, на самом деле, это было очень полезно, по крайней мере, даже если бы это было безрезультатно, но это было, в плане, если бы я не поступил, я очень много понял для себя, вот, если бы у тебя был выбор между Stanford и MIT, чтобы ты играл MIT, вот, были ли у вас сомнения с правительством с нагрузкой в MIT, пока сомнений не было, потому что, в принципе, я привык работать, как-то каждый день уделять время учебе, потому что, ну, последние три года я этим и занимаюсь, олимпиады, какие-то еще дела, вот, поэтому, нет сомнений, нет, я знаю, что я умею учиться, я знаю, что я хочу учиться, поэтому особо сомнений не было, вот, как, можно только в один июль, нет, на early action можно подавать во много университетов, у всех, у которых есть early action, да, early decision, он ограничивает, уже до одного университета, есть еще restricted early action, вот, но об этом, в принципе, вы можете узнать на других вебинарах от Education USA, вот, я знаю, об этом точно рассказывали, Альнур, по-моему, вот, поэтому, так, это про election и early decision, так, в какой нам профит организации вы работали? В организации я ни в какой не работал, вот, обращались в кантонную органовую с вопросами при поступлении? нет, нет, сейчас, да, сейчас вот мы, я у него спрашиваю, что-то, что-то именно об MIT, вот, при поступлении, по-моему, я ничего не спрашивал, вот. Владислав, я предлагаю, чтобы мы завершили наш сегодняшний семинар, для меня было очень интересно, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы настолько искренне давали ответы, и, ребят, вот, все, кто присоединился, да, учитывайте, что Владислав является очень таким хорошим примером того, что американские вузы, они по-настоящему принимают во внимание то, откуда мы вышли, да, то есть Владислав у нас не из большого города, ну, скажем, по сравнению, допустим, со многими аппликантами, Владислав, это не очень большой город, да, и у него не было так много возможностей, даже то, что английский язык более глубоко, да, он изучал самостоятельно, то, что к тестам он готовился самостоятельно, это все показывает, что у него очень высокий потенциал, да, академический, лидерский, профессиональный, и ответы были очень-очень искренние, мне очень понравилось, я сама уже подписалась на MIT admissions, и реально, ребят, смотрите, да, готовьтесь к тестам, если в этом году вам не надо сдавать, значит, думайте над другими аспектами анкеты, и реально, подача в американские вузы, это крутой такой идет self-reflection, и многие дети очень сильно вырастают, то есть начинают лучше писать, начинают больше участвовать в каких-то ивентах, у них настолько улучшается критическое мышление, подход, да, к каким-то вещам, и тут очень важно быть таким стрессоустойчивым, и даже если получилось что-то не так, то быстрее возвращаться снова в колею, да, снова возвращаться к своей деятельности. Владислав, спасибо. Вам спасибо за вопросы. Да, ребят, обращайтесь, ну, хотя бы подпишитесь на него в Инстаграме, потому что это всегда полезно, особенно, когда он туда уедет, вы сможете хотя бы смотреть какие-то фотографии, что там есть. MIT — это огроменный университет, я как-то по нему ходила, пока нашла Sloan School of Management, там вообще полгорода прошла. Все, спасибо большое. Вам спасибо. Всем всего хорошего, всем удачи. Да, вам тоже удачи. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok